Вот на этой оптимической ночь я перестаю его цитировать, переставляю в ночь и микрофон, и Рубинская, и папа, я все вернусь. Ну я, наверное, не буду читать то, что в номере в этом, а прочту другое, старое, которое, как выяснилось, в общем-то, не перестает быть актуальной, к сожалению. Одно не самое старое, два других совсем старое. На что я трачу время? Его осталось мало. Знакомая старушка в тетрадке написала. И я считаю сдачу, надеюсь на удачу. На что я время трачу? Его осталось мало. И шарик наш зеленый безумие объял. А времени все меньше. На что мы тратим время? Эти мальчики в хаке, говорящие на иврите, белобрысые, русые, крепыши, вы-то тут почему и зачем вы на нем говорите? Что вы в нашей глуши? Вы уже поняли, что не кончится эта война, что безумно. И эта страна, хоть и мала, но а та великая и безумная. О, как сумма! Вдруг, украинская славца. Вместе нас не велят хоронить. Нет, живите, живите. Пусть вас обойдут с этой чашей. А ее эту землю спасти, удержать. А ее сохранить. Только крови достанут ей. Наши и ваши. И последние. Кончилась война. И еще одна. Скоро будет. Может, очень скоро. Но пока поднявшая со дна смесью с героизмой и позором, страха злого и стыда, стыда за себя, за тех над нами, кончилась, ушла. Нет, отошла беда. Спим ночами. Но, оплакав и прокляв, страна к новому покуда не готова. Снова шварму, если колу пьет она, царские шмотки покупает. Снова, снова тащит на плечах детей, поглядит на яжмарку затей. И хохочет, и хлопает вместе со мной между войной и войной. Спасибо. 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 Спасибо.